Новые датчики для определения газа изобретают новосеверские ученые. Разработка заслуга молодежной лаборатории НГУ. За последнее время их открыли целых шесть. Побывала на экскурсии и узнала об инновационных исследованиях Екатерина Новгородцева. Вот эта установка состоит из газовой ячейки, куда мы наполняем газ, из источника света, который генерится здесь и поступает в газовую ячейку. Свет проходит через газовую ячейку и попадает на оптический приемник. Это прототип нового сенсорного газового датчика. С его помощью можно определить состав газовой смеси и концентрацию вещества в воздухе. Все основано на том, как изменяются свойства света за время прохождения через установку. Молодые исследователи хотят создать максимально точный, при этом бюджетный датчик. В соседней лаборатории работает команда специалистов в области органической электроники. Два направления основных. Первое направление – это эмиттеры для органических и светозвучающих диодов. То есть это молекулы, которые излучают свет. Здесь масса приложений, начиная от различных умных сенсоров, заканчивая различными, как это сказать, криптографическими чернилами. Когда у нас молекулы могут, допустим, сохранять какое-то время свет, мы можем шифровать какую-то информацию. Это необходимо, допустим, для усиления подлинности документов. Участникам исследований немногим больше 20. Возраст – один из параметров молодежных лабораторий. Именно на будущее, на молодые кадры сегодня делает ставку страна. Мы говорим о технологическом суверенитете. И реализовать эту колоссальную программу в условиях, введенных санкций, в условиях непростых отношений, в том числе и в научной среде, нельзя, если наши будущие ученые не будут понимать, где, в каких условиях они будут делать науку, и, собственно, кто будет потребителем, кому нужна эта наука. С точки зрения инструментов поддержки у нас есть первое – это трансфер технологий. То есть мы компенсируем 50% затрат бизнесу, как раз-таки заказывающему исследования, либо в ВУЗе, либо в научно-исследовательском институте. И объем этой поддержки решением губернатора Новосибирского университета Александра Шетравникова увеличен до 170 миллионов рублей. Причем, более того, скажу, что 20 миллионов из этих денег будет направлено на передовые инженерные школы. Сегодня в России больше 600 молодежных лабораторий. Шесть из них в Новосибирском государственном университете. В них работают студенты, аспиранты и выпускники. Все на благо отечественных технологий. Екатерина Новгородцева, Евгений Агеев, Новость ОТС.